белинский сказал жить это означает чувствовать горький в старухе и зергиль еще сказала шелоха в тихим доне а что это обозначает чувствовать это существительное глагол или рефлексы ну давайте не будем рассуждать что это каждый найдет свой индивидуальный ответ но он скорее всего будет связан с нашим выводом того нравится нам это чувство или не нравится а это уже открытие так как если наша жизнь эта школа которая должна нас чему-либо научить нашу душу то обучение без вывода просто невозможно так вот и живем нам чтобы нравится или не нравится а теперь мой эзотерический вывод чем больше человеку чего-либо не нравится тем лучше чего-либо нравится вернее тем лучше его жизнь все религии говоря о боге говорят что необходимо к нему стремиться и когда спрашиваешь а что будет с ними когда не в рай попадут или богу богу попадут отвечают мы думаем что там когда ты туда попадешь будет что-то что тебе очень понравится ага тогда человек живущий через принцип мне нравится двигается на пути духовного роста скорее всего до жизнь ведь это большая драгоценность а если не нравится человек идет не к богу нет конечно он помогает себе алкоголем который может помочь ему сделать так чтобы жизнь нравилась кстати как человеку бросить пить проговаривать себе мне нравится это мне нравится это а воспитание алкоголика приводит лишь к тому что ему еще больше начинает не нравится что-то в жизни если что-нибудь что может помочь человеку это желание чтобы ему что-то правило жизни да конечно этого внутренний эгоизм это желание говорить слово я зачем человеку говорить я ну видимо слово я является своего рода ловушкой способной захватить чужую любовь все же все же хотят чтобы их любили поэтому человек себя придумывает что он произносит я такой а фактически говоря мне можно любить исключительно за это тем самым совершает ошибку продавая свою любовь а ведь любовь она может быть божественной то есть безусловной каждому человеку можно научиться говорить себе меня можно любить и просто так ни за что когда мужчина допустим говорит вот ты меня не любишь что ему нужно сказать в этот момент я тебя тоже люблю скажите своему ребенку у которого депрессия тебя тоже люблю скажите себе в зеркало тебя тоже люблю от чего депрессия возникает почему панические атаки депрессивные эпизоды потому что вы смотрите то что вам не нравится живете потому что вам не нравится и у вас нет все вам не нравится вам не нравится вам не нравится это не нравится это не нравится это не нравится это но вы же это купили за свои деньги своими силами заработали вы выросли вам помогли родители хватит обвинять хватит страдать хватит смотреть гадости глупости хватит смотреть гадости в этих тик токах инстаграма хватит завидовать нервничать что у вас нету хватит по поводу политиков хватит слушать эти безумные новости сколько можно жевать эти прививки сколько это может продолжаться живите по принципу нравится и тогда нас огромная масса изменит этот мир тотально люди начнут в метро ездить друг другу уступая место люди не будут сеять бесконечно вот это безнравственное зло